Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня хочу сделать обзор нашего номера в отеле Dream Beach 3 звезды, Тунис, город Сус. Прежде всего, посмотрите, вот здесь в коридоре находится большое зеркало во весь рост. Я очень люблю такие зеркала. И теперь двигаемся дальше. Вот здесь у нас находится лампочка торшер и мраморный столик. Тут очень много мрамора. Для трех звезд это вполне даже симпатично. Снова находится здесь большое зеркало. Почти во весь рост можно себя увидеть. Столик для журнальчика. У нас они уже здесь лежат. Далее большой плоский телевизор. Картина на стене. Стены окрашены в светло-бежевый цвет. И плитка на полу лежит вот такого бежевого цвета. А около кровати стены еще украшены вот такой плиткой керамической. Довольно симпатичной. Вот торшеры горят. И вот такое вот покрывало синее находится на кровати. А еще можно укрываться одеялом. Ночью довольно прохладно. Вот мой ребенок еще спит. Он укрыт одеялом. Там простыня и сверху одеяло. Возле кровати стоят вот такие столики тоже мраморные. Вот выключатели. И с той стороны мы видим телефон для связи с ресепшн. Затем с этой стороны у нас выход на балкон. Висит большая штора синего цвета и раздвижные стеклянные двери на балкон. Сейчас я вам покажу, что у нас на балконе. На балконе у нас маленький столик. Два пластиковых стульчика. И вид на соседний отель напротив. И боковой вид на море. Но сейчас раннее утро. Еще никто не купается. Но море можно увидеть. И пальмы. Далее. Сверху у нас находится кондиционер. Его можно включать. Но мы его еще не включали, потому что ночью прохладно. А сверху еще, посмотрите, вентиляционная решетка такого размера, как в американских фильмах. Далее. Вот эту всю стену занимают шкафы. Очень вместительные. Мы вообще-то заняли только полтора шкафа. Остальные остались пустыми. Потому что действительно очень много места здесь. Вешалки есть. Их достаточно. В общем, шкафы вполне большие. На двери у нас находится план нашего этажа. Затем вот сюда мы вставляем нашу пластиковую карточку. От ключа, чтобы работал свет. И сейчас я покажу коридор нашего отеля. Посмотрите. Он тоже отделан в белый-синем цвете. На полу лежит такой синий ковер. И стены такого светло-светло-бежевого цвета. А вот там у нас лестница, чтобы выйти из отеля. Далее покажу санузел. В санузле мы видим ванную. То есть тут можно принимать ванную или принимать душ. Вот. Затем два больших полотенца синего цвета. Здесь все полотенца синие. Как всегда унитаз. Чтобы он смывал, надо нажимать вот эту кнопочку. Два полотенца поменьше для умывания. Снова мусорное ведро. Туалетная бумага. Маленький стульчик. Раковина отделана тоже в мраморе. Украшена плиткой. Горячая вода есть всегда. Кладут сюда два шампуня санузелка и два мыла. Просто я уже их использовала. Положат сегодня снова. Наверное. И вот такое вот еще одно зеркало. Тоже довольно большое. Почти во весь рост. В общем, я считаю, что для трех звезд вполне нормальный отель. Отделан в белосинем цвете. Довольно симпатично. В общем, нас устраивает. Тем более прилетели мы сюда по акции, по горящей путевке. Очень и очень дешево. Смотрите мои другие видео по Тунису. Потому что я собираюсь снимать в этом отеле завтрак, ужин. Потому что мы на полупансионе. А также мы собираемся на экскурсии. Поэтому будет много интересного. И расскажу о погоде. Вот и все, дорогие мои. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. До свидания, удачи всем! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!